История военной разведки берет свое начало с 5 ноября 1918 года. В этот день было создано регистрационное управление полевого штаба Красной Армии. Оно послужило прототипом нынешнего главного разведственного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Сразу после своего профессионального праздника военные разведчики получили достойный подарок от российского руководства. Новое знание в Москве. Благодаря Путину российские журналисты увидели многое из того, чего не суждено лицезреть ни одному иностранцу. По словам министра обороны Сергея Иванова, максимум, куда тех могут привезти, это холл, столовый и кинозал. А пресса прошлась практически по всем точкам, что и президент Путин, приземлившийся на одной из вертолетных площадок многоэтажного здания общей площадью в 70 тысяч квадратных метров. Коридоры и рабочие помещения еще пахнут свежей краской. На дверях нет номеров и табличек. Повесим, когда пресса не будет, сказали ответственные лица, понятным делом не появляющиеся в кадре. Наибольшее впечатление производят так называемые ситуативные комнаты, где аналитики прорабатывают сложнейшие задачи, а также командный зал, куда поступает информация от всех управлений ГРУ и где принимают к выполнению задания руководства страны в круглосуточном режиме. Руководители ГРУ скептически относятся к названию своего ведомства «Аквариум», употребленном в книге перебежчика Виктора Суворова. У нас так не говорят. Есть в новом здании, правда, свой атриум. Есть специальный бассейн, где учатся гидробойцы. Каких только гидроумных приспособлений нет в арсенале военных разведчиков. Например, нож-пистолет разведчика НПР-2. Стрельба ведется неожиданно для противника из рукоятки. А музей ГРУ – это плеяда славных имен в истории разведки. Зорге, Берзин, Маневич, Артур Адамс и другие. Словом, ГРУ есть чем гордиться. При строительстве этого здания использованы не только самые современные строительные технологии, но и очень много высокотехнологичных комплексов, взятых из современнейших достижений в области IT-технологий, различных информационных систем, систем микроклимата. В общем-то, это здание полностью автономно, в нем можно жить, работать и отдыхать. Журналистам пришлось подождать, прежде чем Путин завершил осмотр здания и появился в актовом зале перед сотрудниками ГРУ. Путин назвал новый комплекс самым лучшим и современным в мире. Решение построить его было правильным. Разведчики должны выполнять свои исключительно важные задачи в очень хороших условиях, сказал президент. Содержание и форма должны находиться в известной гармонии. А если иметь в виду, что главное разведуправление, глаза, уши российской армии, а в значительной степени всего российского государства на важнейшем направлении обеспечения нашей национальной безопасности, то, конечно, сотрудники разведки должны работать не просто в достойных условиях, они должны работать в очень хороших условиях. Государство и впредь будет уделять повышенное внимание укреплению службы, созданию достойных социальных гарантий для ее сотрудников. Уверен, слова «задача поручена и решается ГРУ» всегда будут синонимом качественной и надежной работы. Сразу после выступления президента прессу попросили покинуть здание. На память им подарили паек военного разведчика. Кое-кто, правда, предпочел снять на свой мобильный телефон эмблему ГРУ – летучую мышь на полу в главном фойе. Владимир Кондратьев, Владимир Рождеев, Сергей Корешков и Антон Суботин. Телекомпания НТВ «Москва».